Здравствуйте! И снова с вами игра «Думай, знай, познавай» Супер Блиц. Мы вышли вновь на улицы нашего дорогого города с тем, чтобы задать наши пять вопросов. И проверить, насколько жители города Видное готовы на эти пять вопросов ответить. Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте! Светлана. Светлана. Здравствуйте! Александр. Александр, очень приятно. Меня Кирилл зовут. Итак, сейчас объясню правила. Я вам задаю вопрос. Всего будет пять. Задаю вопрос. Вы думаете, не будет... Ну, около 30 секунд. Решили, какой будет у вас ответ. И оценивайте свой ответ. Минимум в один балл, максимум в пять баллов. Один, если совсем не уверены. Пять, если прям вот железобетонно уверены. Ваша задача набрать 20 баллов. Вы получите вот такой кубок победителя. Кубок Видное ТВ. Итак, сегодня мы играем с вами по вопросам о нашей столице. О Москве. Первый вопрос. Это тест вопрос. Этот вид общественного транспорта Москвы был запущен в 1935 году. Вариант ответа. Троллейбус, трамвай, метро или автобус? Какой вариант? Все подходит. Но не автобус. В 1935 году. Но достаточно давно. То есть уже сколько? 90 лет этому транспорту. Так, троллейбус. Еще раз, какой троллейбус? Троллейбус, трамвай, метро, автобус. Трамвай, метро. Мне кажется, метро. Давайте метро. Оцените. По уверенности? Четыре. Четыре. Правильно, 1935 год. Четыре балла. Держите. Но всегда же остается процент сомнения. Второй вопрос. Вы болельщик футбольный? Ну, бывает. Бывает. Ну, тоже бывает. Вопрос. Первоначально эта станция называлась Волоколамская. Потом ее законсервировали на более чем 40 лет. А сейчас, выйдя из нее, можно попасть на стадион. На какой? Насколько вы уверены? На пять. Действительно, на стадион Спартак. Нет. Я бы не ответила. Итак, третий вопрос. К какому спортивному событию в Москве была написана песня со словами «До свидания, наш ласковый Мишка, возвращайся в свой сказочный лес?» Олимпийские игры. В 80-х. А на сколько вы уверены? На пять. На пять. Правильно. Молодец. Даже вариант ответа не успеваю сказать. А это не был вариант ответа. Держите. Четвертый вопрос. Сколько всего действующих монастырей до революции находилось на территории Кремля? Варианты ответов. Два. Три. Пять. Или десять. Еще раз вопрос, можно? Сколько всего действующих монастырей до революции находилось на территории Кремля? Два, три, пять или десять? Два, три, пять или десять. Я думаю, либо пять, либо три на территории Кремля. Два, либо два. Два или три. Два или три. До революции. До революции. Не знаю. Ну, сложный вопрос. Ты сколько думаешь? А подсказка? Я считаю десять. Десять? На территории Кремля? Ну, пускай будет пять. Давай пять. Давай. Пять. Уверены? Нет. На четыре. На четверочку. Понятно. Десять. Десять? Не, ну подумайте. Подожди. Кремль, в принципе? Кремль. Кремля. Внутри Кремля? Внутри Кремля. Слушай, ну, раньше действительно было очень много монастырей. Что-то было разрушено. Я не знаю. А десять? Десять? Куда там десять поместится? Хотя все может быть. Не говорите. Или пять, или два, или три. Десять. Да нет, мне кажется, меньше. Давай пять. Десять, или три. Я не знаю. Договорить десять. И на пять было. Нет, мы же решили, что пять. Может, три? Давай три. Договори любую. Давайте пять. Пять. На сколько? На четыре. На четыре. Пять. Их было всего три. Спаса на Бару, Чудов и Вознесенский. Так, значит, получается, вы ответили на четыре. Четыре забираю. Последний вопрос. Итак, вы знаете, что на Красной площади есть памятник Минину и Пожарскому. Вопрос называется «Один из двух». На знаменитом памятнике Минину и Пожарскому один из них указывает рукой на Кремль. Кто? Мы должны задавать вопросы, чтобы вы говорили «да» или «нет». Нет, ну вот вам нужно ответить. Или это Минин, или это Пожарский. Знать бы еще, как они выглядят. Кто из них кто? Причем я недавно там была. Но я не обратила внимания, кто из них. Но это, скорее всего, либо Минин, либо Пожарский. Я не знаю, кто. Один из них указывает на Кремль. Пускай будет Минин. Ну, история-то Пожарский. Да? А я думаю, Минин. Давай на цифру. Давайте Минин. Так. А на какое количество баллов? Пять. Пять. Это правильно. У-ху! Женская интуиция рулит. Да, женская интуиция рулит. Пять. Пятерочку. Пять. Итак, всего у вас 15. Пятнадцать. Пятнадцать баллов. Но ничего страшного. Мы были близки. Вы были близки. Ура! Знак благодарности за участие в нашей игре. Вы получаете такие призы. Можно? Да. Это призы участников нашей игры. Пожалуйста, покажите. Вот? Да. Пятнадцать баллов. Пятнадцать баллов. Пятнадцать баллов. Пятнадцать баллов. Пятнадцать баллов. Пятнадцать баллов.